Главное не мода, а стиль, говорят известные художники и модельеры. А стиль это прежде всего умение выбрать среди модных вещей, такие, которые соответствуют вашей фигуре, внешности, образу жизни и привычкам. Как правильно подобрать классический мужской костюм, нам рассказали специалисты компании Коминтерн. Костюм будет выглядеть респектабельно и стильно, если выбирать его в соответствии с особенностями фигуры. Если вы высокий и стройный, и у вас пропорциональная фигура, то в этом случае предпочтение стоит отдать полуприталенному или полуприлегающему костюму торговой марки City Life от Коминтерн. Обладателям же солидной фигуры надо выбирать костюм прямого силуэта с однобортным неприталенным пиджаком, либо полуприталенным пиджаком. Правильное решение – это модели под товарным знаком Manway и Valerossa. Для определения длины пиджака надо встать прямо, опустив руки. Классической длиной пиджака для людей среднего роста считается уровень, основание, либо начало, так называемое, большого пальца руки. Человеку высокому следует выбирать более длинный пиджак, невысокому – более короткий. Длина брюк, так же, как и длина пиджака, зависит от роста человека. Высоким людям следует выбирать брюки немного длиннее классической длины, низким, чуть короче и без манжет. Модели для одних и для других людей представлены торговой маркой City Life от Коминтерн. Костюм не должен стеснять движение, но и не должен быть слишком свободным. Самое большое заблуждение – мой размер, если не жмет. Это неверно. Он должен сидеть по фигуре. Поэтому не спешите покупать первый же костюм, который не жмет. Проконсультируйте со специалистом в магазине. Возможно, вам просто следует примерить другую модель. Например, у Коминтерна, который является одним из лидеров легкой промышленности, есть достаточно много интересных моделей, представленных торговыми марками Manway, Valerosa и City Life. В них каждый найдет себе костюмчик по душе. Запомните, рукава пиджака не должны быть длиннее сорочки. Классический закон – рукава правильно подобранного пиджака должны быть на 1,5-2 см короче рукавов сорочки, а ладонь должна быть видна полностью. Во-первых, так принято. Во-вторых, выглядит красиво. В-третьих, не занашивается нижняя часть рукава. Брюки гармошкой. Костюм с длинными брюками выглядит неаккуратно и нелепо. Классическое правило – брюки подшиваются так, чтобы их нижний край свободно лежал, образуя один небольшой залом. Во время ходьбы и когда вы сидите, из-под брюк могут быть видны носки. Это норма. Следует позаботиться о достаточно высоких носках, чтобы окружающим не открывались нижние части ваших икр. Застегнуты на все пуговицы. Любой однобортный пиджак с любым количеством пуговиц может быть застегнут на любые из них, кроме нижней. Это старинная английская традиция, которую до сих пор соблюдает все цивилизованное общество. Несоблюдение этого правила может вызвать у окружающих сомнения в вашем знании и требовании этикета. Не всегда уместно носить и полностью расстегнутый пиджак. Исключение из ситуации, когда вы садитесь за стол или в кресло. Двубортные пиджаки следует носить застегнутыми на все пуговицы. Однако мужчинам крупного и солидного телосложения с широкой талией лучше оставлять крайнюю пуговицу двубортного пиджака не застегнутой. С уважением и от души о правилах и ошибках ношения мужских классических костюмов начальник отдела маркетинга и торговли компании Коминтерн Андрей Болгов.